В нашем эфире следующий гость, военный моряк в отставке, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакийчук. Павел, здравствуйте, рады видеть вас. Здравствуйте. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Павел, ну и давайте сразу, наверное, начнем о погоде. В Крыму вчера штормило, кто-то называл этот шторм событием века, сильнейший ветер, 9-метровые волны. Очевидно, что это не первый и не последний шторм в Черном море у берегов нашего полуострова. И все же, расскажите, пожалуйста, могло ли неспокойное море как-то повлиять на вражеский Черноморский флот? И какова инструкция, в принципе, по спасению судов в такую погоду? Что значит, могло ли? Конечно, повлияло. Я был свидетельств... Ну, насчет события века, это, конечно... Преувеличено. Преувеличено. Я лично был в 60-каком-то году, вот был шторм века. Ну, я наблюдал совершенно похожий шторм 11 ноября 2007 года. Дочка у меня еще в школу ходила. Это Крым, когда Ялта была обледенела? Совершенно верно. Да, и Ялта обледенела, и в Севастопольской бухте набедокурил шторм. В Керченском проливе тогда утонуло, сломались, переломились два российских сокогруза с грузом серы. Российский танкер превратился в два полутанкера. Несколько судов выбросило на камни на южном берегу Крыма, возле мыса Тарханкут. То есть, беды было много. В Севастопольской бухте, помню, наш самый... Вообще, в море шторм, это страшно, а в бухте еще опасно. И в Севастопольской бухте, которая, говорят, самая защищенная, надо было выводить суда от причала, в центральную часть бухты. Мы вытаскивали наш самый большой корабль, МС «Славутич», корабль управления. И всю ночь его четыре буксира держали посредине бухты. С другой стороны бухты, это на северной стороне, с другой стороны бухты, в 13-м заводе Черноморского флота, сорвало плавкран, и он пробил дырку в борту. И потом его уже, по-моему, так и не восстановили. Малого противолодочного корабля «Владимирец» такой был, еще и остается немножко. Игрушка, красивая игрушка на подводных крыльях. Уникальный корабль Черноморского флота. Ну вот, такие вот, это только вершина айсберга, бед, который натворил тогда шторм. Ну и сейчас происходит то же самое. Уже есть информация о том, что, как минимум, то ли в Балакляве, то ли в Севастопольской группе. Раптор, это десантно-штурмовый катер пошел на дно. Ну, я думаю, это не одна новость, которую мы скоро услышим о результатах шторма в Крыму. А еще вам скажу, что эпицентр тайфуна перемещается на восток. И сейчас проходит Керченский пролив, Керченский мост. Там все вот эти сооружения, которые они понастроили, вокруг него боновые заграждения. Ну, им точно капец. И дальше он движется к Новороссийску. Там уже в Сочи показывают. Очень весело. А Целесская бухта, Новороссийская, она отличается тем, что она такая дырка неприкрытая. И при условиях с юга шторма, там вообще Армагеддон происходит. Будем ждать хороших новостей. Да, скажите, пожалуйста, а как сильно, в принципе, волны такого размера влияют еще и на портовую инфраструктуру? Мы видели сегодня уже утреннее видео из Ялты. Ялтинская набережная разбита, камней намыта и так далее. Это же ведь тоже происходит и с инфраструктурой портов? Ну и портов, и только портов, и мостов отдельных. Есть, конечно, надежда, что Керченский мост закроется окончательно после этого шторма. Но она небольшая. На самом деле, мост перекрыт, что там происходит, что морская стихия, что Пусейдон с Керченским мостом наделает. Но снова-таки будем ждать хороших новостей. Да, будем ждать. Давайте пока поговорим еще о следующих заявлениях. О недавних заявлениях, в частности, Владимира Зеленского. На пресс-конференции после проведения международного саммита Grain from Ukraine он заявил, что несколько государств уже передают нашему государству морские катера для сопровождения кораблей, которые курсируют по так называемому зерновому коридору в Черном море. Павел, скажите, как считаете, какие функции будут возложены на эти катера во время сопровождения? На что они должны быть рассчитаны, эти катера? Несколько загадочное заявление нашего президента, честно говоря. Чтобы знать, какие функции будут выполнять суда, нужно знать, какие суда мы будем иметь. Ну и вот коллеги из Defense Express попытались проанализировать, приоткрыть завесу секретности над этими словами Владимира Зеленского. По их версии, надо вернуться в 2020-2021 год, когда мы по программе поддержки Украины со стороны военно-морских сил Украины со стороны Соединенных Штатов было подписано несколько контрактов с производителями американскими на производство патрульных катеров МАК-6. Такие вот, что-то типа Рапторов российских. Вот только лучше. И тогда сначала были заложены две единицы, потом еще четыре, потом шесть. Последнее упоминание об этих катерах было вот буквально накануне войны, сразу после Нового года, 22-го года, посол Украины в Соединенных Штатах, госпожа Макракова, сказала о том, что вот в 22-м году ожидается поступление нам на вооружение как минимум три плюс катеров из этих 12, ну и дальше тишина. В прошлом году там вспоминала одно из, Naval News, ресурс такой довольно авторитетный, упоминала об этих катерах для Украины, но правда там упоминание больше тумана нагнало, чем прояснила ситуацию. И судя по всему, не исключено, что министр обороны, отставив президент Украины, говорил именно об этих катерах. Это катера патрульные, они могут обеспечивать конвоирование гражданских судов и защиту их от мелких опасностей. То есть от пиратских действий, от абордажных команд, например, если их попытаются высадить с российских кораблей, но не защиту от авиации и боевых кораблей противника. То есть если россияне захотят бить по кораблям, гражданским кораблям третьих стран в Черном море ракетами, как это они уже несколько раз делали, то, конечно, такие катера защитить их не смогут. С другой стороны, вот сам факт присутствия таких катеров, он дает определенную надежду. Я напомню, в Азовском море до начала широкомасштабного конфликта россияне неоднократно пытались усложнить движение судов, которые направляются в Бердянск и Мариуполь действиями своих единиц Черноморского флота и погранслужбы ФСБ. Но когда включились в это дело наши гюрзы, вот эти маки наши маленькие, достаточно агрессивно, то через какое-то время российское командование сказало, все-все-все, уходим, ну их нафиг этих безбашенных украинцев. То есть результат должен быть, если это так. Павел, Европейская комиссия предоставит Украине 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры, пострадавшей от российских ударов, чтобы способствовать дальнейшему, в принципе, экспорту агропродукции на мировой рынок. Об этом сообщает, идет речь в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Лянд, президенту Украины Владимиру Зеленскому. И президент Еврокомиссии также отметила, что со временем инвестиции позволят украинским портам вернуться к объемам экспорта, которые были до начала войны. Такой шаг со стороны Еврокомиссии, это ведь демонстрация уверенности и перспективности работы этого коридора? Ну, знаете, новость хорошая и с технической стороны. Потому что своими обстрелами, особенно летом этого года, россиян немного беды наделали. И в портах Уся, Дуная и Большой Одессы. И действительно, инвестиции в восстановление портовой инфраструктуры нужны. Но и с политической точки зрения. Я вот напомню сам процесс восстановления. Мне не нравится фраза «зерновой коридор». Все, нет зернового коридора. Есть транспортный коридор, соединяющий Украину и Босфор, по которому могут двигаться любые коммерческие суда с любыми грузами. В Украину, из Украины, металл, зерно, контейнеры, неважно. Мы обеспечиваем наше транспортное сообщение с миром. Когда пошли первые суда этим транспортным коридором, без России, пошла цепная реакция. То есть, для того, чтобы заработала коммерческая система коммерческого судоходства, нужны страховки. Страховки даются, когда страховщик видит, что он деньги не на ветер выбрасывает. Судно может выполнить этот рейс. Судно может выполнить рейс, если оно застраховано. И если судновладелец считает коммерчески выгодным этот рейс. И как только первые суда пошли этим коридором, то дальше страховщики понижают ставки, осуществляют, начинают страховать суда. Это им выгодно. Страховка, возможности страхования увеличиваются, увеличивается трафик. Ну и такая цепочка событий, которые происходят, она просто автоматически восстанавливает жизнедеятельность. То же самое заявление Еврокомиссии о том, что они готовы инвестировать в инфраструктуру украинских портов, это такой сигнал судам владельцам, грузополучателям, грузоотправителям о том, что в Европе уверены, что порты будут работать. Никаких инвестиций не бывает, да, без просчета рисков? Совершенно верно. Павел, давайте еще тему следующую обсудим. В России накануне, мы уже наблюдали, начали праздновать День морской пехоты. Официально этот праздник у них сегодня. Есть ли повод для празднования, наверное, вопрос риторический, но в то же время напомню, что в начале этого года мировые СМИ, в частности политику, сообщало о том, что Россия в боях только лишь под Углидаром потеряла элитную бригаду морской пехоты, включая командный состав. Тогда наш спикер Силы обороны Таврического направления говорил о том, что 155-ю бригаду армии Российской Федерации уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи, второй раз после поражения под Донецком. И после вся бригада была уничтожена уже под Углидаром. Интересно ваше мнение, что можете сказать об уровне этих потерь, как быстро они смогут восполнить эти силы? Это хорошо, праздник хороший. Севастополи будут отмечать в основном на кладбище на пятом километре. Дело в том, что морская пехота на самом деле это очень сложный, как десантники, морские пехотинцы. Это не просто пехота. Это люди, которые должны выполнять специфические задачи, иметь для этого специфическую подготовку. Морская пехота в России предназначена для проведения морских десантных операций, как правило, с больших десантных кораблей на план. Это сложный вид высадки. У американцев, у натовцев, у европейцев давно уже универсальные десантные корабли, которые высаживают вертолетным способом десантников, и корабли-доки, с которых там выходят малые катера. У россиян еще по натовской классификации вот эти БДК Черноморского флота, которые другие есть, они классифицируются, как танкодесантные корабли, с аппарелью и пошли в воду там нырять. Действительно, россияне готовились, имели хороший уровень подготовки до начала широкомасштабного вторжения. Я напомню, осенью 2021 года на ПУКе в Крыму было проведено масштабнейшее учение морской пехоты и воздушно-десантных войск по захвату Плацдарма и расширению его оперативно-стратегического значения. И реально россияне готовились, они загнали в Черное море накануне торжения дополнительных четыре корабля, больших десантных корабля из Балтийского и Северного флота, в том числе и Маргунова, там и Доробла, такое здоровенное, совсем новое, которое прячут они сейчас в Новороссийске. И мелочь всякую пузатую с Каспийской флотилией. Порядка десятка десантных катеров. Но то, как пошло развитие событий дальше, все эти планы поломало. Безусловно, поражение нашими крылатыми ракетами-нептунами, крейсером Москва, это был такой офигительный сигнал, что никто десант на наш берег не высадит, но уже и высаживать некого было, потому что вот та вся подготовленная морская пехота, которая полгода назад высаживалась на Пуке в Крыму, она была перемолота под Мариуполем. Потом ее мололи на Заворожском направлении. Сейчас ее мелют на Херсонщине. Порядком получают они там очень хорошо. Но надо понимать, что в той морской пехоте, которую добьют сейчас под Крымками, настоящих морских пехотинцев, может быть, 5% осталось. То есть те люди, которые могут осуществить морскую десантную операцию, высадку на плав, участвуют в высадке на плав, их нету ни офицеров, нету ни солдатов. Это все. Это касается и 810-й бригады морской пехоты крымской, и 177-го полка Каспийской флотилии, и 155-й бригады Стихоокеанского флота, которую вы хорошо упоминали, вместе с украинскими зарадниками, которая была разгромлена на подступах к Киеву, и белых медведей с севера, которые тоже уже не медведи, а медвежьи шкуры. Так что реализация морской десантной операции фактически федена к нулю. Именно поэтому десантные корабли россияне прячут сейчас. Новороссийские используют иногда как транспортные просто суда. Павел, ну вот такая мощная сила, да, по сути, большие профессионалы, морская пехота. Почему так пренебрежительно была использована, и почему были потрачены так жизни направо-налево Российской Федерации? Ну, первое. Вот вы вспомнили 155-ю бригаду ТОФА, которая наступала на Киев, на Бучино, на Европейском направлении. Действительно, в захвате Гастомеля, в операции, киевской операции, россияне кинули элиту. Там были и десантники элитных подразделений, и морские пехотинцы элитных подразделений. Подход был такой, что имелся в виду наиболее хорошо подготовленные по сравнению с средней статистической российской армией, части должны были с минимальными потерями взять Киев вместе с грушниками, установить там московскую власть. Царева. Царева. Да, царева наместника поставить, управлять Украиной. Не вышло. Царь болеет, наместник тоже. Морпехи и десантники пошли в Альгалю. Что касается дальнейших событий, ну, это обусловлено снова же тем, что это уже просто уничтожение своей армии было. На Мариупольском направлении, на наиболее горячих направлениях снова же таки использовали наиболее укомплектованные подразделения, наиболее подготовленные подразделения с расчетом, что они решат, что они смогут решить поставленные задачи, в отличие от других структур. Ну, а сейчас, собственно говоря, в разнице между 810-й бригадой морской пехоты или там 126-й бригадой береговой обороны никакой нет. Они укомплектованы мобилизованными, слабо подготовленным личным составом. Ну, и, собственно говоря, для российских генералов плюс-минус не имеет никакого значения. То есть сегодня не праздничный, а трагический день для морской пехоты Российской Федерации. Надо было думать, да, тут такой вот только напрашивается. Ну, понимаем, что теряет людей Россия и в море, и технику теряет. Давайте еще об этом быстро поговорим с вами. О морских дронах, в частности, Украины. Будем говорить далее. В недавно вышедшем документальном фильме «Служба безопасности Украины» об этом рассказывалось. Назывался этот фильм «Спецоперации Победы». Командующий военно-морскими силами вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неишпапа сказал хорошую фразу, наверное, «Война будущего – это война дронов, но пока еще не панацея». Какую вы роль отводите все же морским дронам? Что вы скажете о появлении и применении этого оружия как моряк с большим опытом? Перед широкомасштабным вторжением в МС и вокруг МС было много дискуссий, какой флот строить. Большой флот, корветы, фрегаты, океанский флот или москитный флот из ракетных катеров, патрульных катеров. Но вторжение России – широкомасштабное вторжение. В общем-то, решила этот вопрос само по себе жизненным путем. У нас не было полномасштабного флота, реального, для сражений в море, для противопостояния России. И нам нужны были дешевые, эффективные средства, которые могли бы заменить вот те навороченные, высокотехнологические, дорогие конструкции, которые строить нужно долго, годами, а иногда формировать этот флот десятилетиями. Решить нужно было вопрос здесь и сейчас. И широкое применение воздушных дронов оказалось таким дороговказом, путеводителем для создания дешевой, эффективной альтернативы классическому флоту. Решение оказалось правильным. Да, и мы видим результаты. Напомню, что по данным ВМС, ВСУ уже уничтожено либо повреждено более 20 судов Черноморского флота Российской Федерации, в том числе и морскими дронами, а их у нас на вооружении несколько типов. И россиянам предлагаем посмотреть уже этот фильм СБУ, спецоперации Победы. Много чего интересного вы можете там узнать. Павел, спасибо вам большое за ваш анализ, за этот разговор. Павел Лакичук, военный моряк в отставке и руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия 21 был с нами в эфире Фридема. До новых встреч. Всегда вам рады. Фридем в Телеграм только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.